Екатерина, как много сейчас точек у вас открыто и какова их география? У нас больше 430 точек на сегодняшний день. Большая часть, конечно, представлена в России. Мы развиваем Россию у страны СНГ, соответственно, в Беларуси. У нас достаточно большая сеть, уже 52 локации. Мы представлены в Армении. Пока не набрали темпов развития масштабных, мы только зашли туда. Открываем Азербайджан в этом году и развиваемся в Польше, развиваемся в Испании. Большая часть наших заведений, она, собственно, в Москве. По регионам в этом году мы выбрали стратегию, скорее, укрупнения на территориях присутствия. То есть мы не запускали новые регионы, мы усиливались в тех регионах, где мы уже существуем. Это Краснодарский край, Сочи, Владивосток у нас, сильное направление Тюмень. Собственно, на них были сфокусированы Самара. Насколько сильно отличается портрет вашего потребителя, скажем так, если смотреть по регионам страны и за рубежом, на тех территориях, за которые вы отвечаете? Если говорить про работу за рубежом, мы скорее подстраиваемся под ментальность и особенность рынка и немножко корректируемся в форматах, в позиционировании на этой территории. Потому что для нас задача, конечно, успешно зайти на уже подогретый рынок. А, в принципе, кофейный рынок достаточно развит уже во всех странах, где мы присутствуем. Тем не менее, в той же Беларуси мы топ-1 среди кофейных сетей. Немножко отличается. Отличается ментальность, отличается культура потребления. И в этом мы встраиваемся, соответственно, формат. Например, в регионах наш такой традиционный для Москвы grab-and-go, он не настолько востребован. Там все-таки чуть медленнее ритм жизни. Там людям хочется больше времени проводить в заведениях и может в какой-то степени больше тратить. У нас выше средний чек в регионах, чем в Москве традиционно. И мы, собственно, стараемся там развиваться с большими площадями, с большим количеством посадочных мест. То есть немножко отличаемся от того, что делаем в Москве. Ну и Москва для нас на сегодняшний день тоже соответствует этому тренду. 24-й год стал для нас годом дизайна, обновления, реновации. Мы стали открывать уже красивые пространства. Мы понимаем, что нашему гостю хочется видеть, больше получать сервисов в тех местах, в которые он приходит. И мы, собственно, стараемся этому соответствовать. Поэтому очень много дизайнерской, архитекторской работы было проделано в этом году. Если говорить про формат расположения, у вас это традиционно фудкорт или это стрит-ретейл? Как сейчас вот эта доля? Мы размещаемся и в торговых центрах, и в третье. При этом в стандартном формате нашем мы являемся потребителем трафика. Мы никого к себе не приводим, но здорово работаем в концепциях торговых центров. Мы прекрасно встраиваемся в деловые районы, в студенческие направления трафика. И, собственно, эффективно там себя чувствуем. Фудкорты – это немножко не наша история, несмотря на то, что мы умеем продавать еду, но тем не менее мы стараемся размещаться все-таки в зоне ритейла, фэшн-ритейла на первых этажах и давать возможность гостю, который ходил по магазинам, устал присесть, отдохнуть и провести время в кофейне. У нас потребление примерно такое. В стритах мы работаем со всеми малыми помещениями и без посадочных мест. Это такой традиционный граб-н-гоу, с фокусом на как раз деловую аудиторию и студенческую аудиторию. Про долю можете сказать, сколько, допустим, сейчас такого формата, сколько такого формата? Или там что превалирует, над чем, например? Ну, стритов традиционно у нас больше, если говорить про Москву. Хотя в регионы мы заходим наоборот по принципу торговых центров. В первую очередь, потому что там нам проще познакомить гостя с нашим брендом, примелькаться. Потому что частота посещений в топовых торговых центрах все-таки достаточно высокая. Но стриты это все-таки основное наш. У вас в прошлом году же еще и появилась кофейня, если не ошибаюсь. Новый формат, бейкери, кажется, называется. Как она себя зарекомендовала, что вы будете с этим форматом дальше делать? На самом деле, мы решили его создавать для того, чтобы научиться работать в Москве на новой для нас территории. У нас здесь прекрасная зона покрытия. И, как я сказала, мы являемся потребителем трафика. У нас возникла потребность научиться работать в жилых кварталах. Тренд на размещение в жилых кварталах и, в принципе, на проведение времени у себя ближе к дому, он существует уже с пандемией и, в общем-то, до сих пор за нами следует. И многие ритейл сейчас пошел туда, понимая, что люди, которые живут в жилых комплексах, они хотят получать максимум сервиса, не выезжая из своих ЖК. Мы стали создавать то, что станет местом притяжения, местом силы района, куда люди будут специально приходить. Это абсолютная хорика. Мы никогда не ассоциировали себя с хорикой. Мы скорее были таким ритейлом, который, конечно, имеет производственный процесс в рамках бара, но мы работаем с готовой едой. А кофе-экс-бейкери – это заведение с кухней, это заведение с вином, с закусками, это заведение с производством полного цикла выпечки на местах, с начинением и, конечно, с большой кофейной картой. Так, а как тогда вы меню разрабатывали, на что опирались? Собственно, на тренды. Это достаточно массовый продукт. Что можно говорить о уникальности? Уникальность, наверное, уникальная в нашем формате – это сама выпечка. Мы делаем выпечку ручной работы, которая допекается на точке и начиняется тоже там. И это действительно абсолютно уникальный новый для рынка продукт. С точки зрения концепции она просто очень правильно сбалансирована. У нас есть кофе, у нас есть завтраки, которые мы подаем каждый день, у нас есть выпечка с хлебом и, соответственно, да, горячая еда для вечернего трафика, вино, закуски – все это балансирует. А вы еще были в коллаборации с фитнесом, насколько я знаю. Это тоже, да. Это вот сейчас насколько для вас, скажем так, важное направление? Или это тоже просто какой-то эксперимент, который, ну, пошли, попробовали? Ну, вы правильный вопрос задали, как мы разрабатывали меню, не только меню, вообще разработка концепции, внедрение чего-то нового для компании, особенно когда оно там сильно отстраивается от того, что компания делала до этого, это очень ресурсная задача. Поэтому тесты, которые потом не позволяют масштабироваться, они, конечно, не в интересах компании совершенно. Мы сфокусировались в 2023 году как раз на создании форматов, которые мы можем развивать на территории присутствия. И фитбар, кофе-фитбар – это одно из, собственно, таких направлений. Первое заведение мы открыли в коллаборации с DDX, но мы видим и возможность размещения его самостоятельно в торговых центрах, где-то на трафике разных спортивных клубов. И, конечно, мы планируем его развивать. Вот меню, которое, скажем так, ну, я так понимаю, что в коллаборации с фитнесом, наверное, подразумевает какие-то вещи, которые там немножко на ЗОЖ больше заточены и так далее. Они сейчас как-то вот влияют на то, что у вас в основном в вашем формате продаются? То есть как-то вы вот их пересекаете, пробуете там, что происходит в этом направлении? Ну, если говорить про ассортимент фитбара, конечно, там появилось спортивное питание, там появились протеиновые коктейли, то есть меню отличается. Что касается ассортимента еды, отличается, ну, не слишком сильно. Мы делаем там другой ассортимент, он сбалансирован по КБЖУ, но мы не делаем, знаете, ставку именно на здоровое питание, потому что мы понимаем, что те гости, которые посещают фитбар и посещают, соответственно, фитнес-клуб, это такие же люди, которые едят обычную еду. Поэтому здесь тоже в выборе ассортимента мы все-таки полагаемся на тренды, но стараемся делать, может быть, немножко больше смотреть в сторону велся. Сейчас все отмечают рост цен, в том числе рост цен на сырье, на кофе, на шоколад, на прочее. То есть позиции, которые у вас, в общем-то, такие одни из основных. Как вы с этим вызовом справляетесь и какой выход из ситуации видите? Ну, про рост цен на кофе говорит, конечно, сейчас весь рынок, потому что он достиг исторического максимума. А на шоколад тоже, в общем-то, например. Да, но больше, на самом деле, пугает рост цен на логистику, откровенно говоря, потому что она тоже занимает большую долю в себестоимости нашего продукта. Как мы с ним справляемся? Ну, спасибо команде закупок, которая сдерживает цены, контрактуется на большие периоды, которая рассматривает альтернативы и старается сдерживать здоровую юнит-экономику для наших кофеин. Это ключевая задача, над которой работает команда в текущее время. Но, действительно, цены растут. Они растут не только на какие-то точные ингредиенты, они растут абсолютно на все. Поэтому тенденции рынка – это все равно повышение цен. Весь рынок проводит уже несколько итераций этих повышений. Мы видим, как индексируются цены на полке. Это как будто уже такая нормальная тенденция рынка, которая только и позволяет действительно бизнесу комфортно чувствовать себя и делать здоровую юнит-экономику. Еще одна боль, которая тоже повсеместна – это персонал. Вот ваш ребрендинг, ваше обновление. Помогло ли оно притянуть к вам, скажем так, новую аудиторию из числа, точнее сказать, новых сотрудников, может быть, там, не знаю, из другого поколения, или в целом вы заточены на то, чтобы у вас молодежь работала? Мы нацелены на то, чтобы у нас работала молодежь. Действительно, это профиль такой стандартный нашего кандидата. В этом году мы были сфокусированы на создании чар-бренда, потому что действительно проблема кадровая существует, и открыть огромное количество заведений сейчас не такая большая сложность, как найти в них персонал. Мы решаем эти задачи тоже комплексно. Например, в этом году мы выпустили мобильное приложение для сотрудников – Кофикс Коннект. Это такая платформа, которая позволяет нам ставить цели для сотрудников кофеин, давать им определенную геймификацию, конкурсную геймификацию, которая заставляет их достигать этих целей, создавать этот интерес. Во франчайзинговом бизнесе, конечно, очень сложно достучаться до сотрудника, с которым ты не имеешь трудовых отношений. Ты не можешь ему увеличивать зарплату, ты не можешь платить ему премию, ты не можешь, по сути, тебе нужно договориться с партнером для того, чтобы мотивировать этого сотрудника. Поэтому мы взяли эту функцию на себя, и как раз Кофикс Коннект, он закрывает эту задачу. За достижения, которые сотрудники получают в Коннекте, мы платим им действительно денежные, по сути, вознаграждения. Там есть возможность выбора купонов, сертификатов, которые являются, по сути, жизненными деньгами, и которые они могут тратить в различных интернет-магазинах. Прекрасная разработка, которая действительно в текущее время нам очень помогает. Какой-то эффект уже можно обозначить, озвучить от того вот от внедрения этого инструмента? Ну, очень сложно оценивать, насколько тот или иной инструмент, когда ты комплексом над ними работаешь, повлиял на показатели бизнеса. Вообще, 2024 год выглядит пока крайне позитивно с точки зрения роста выручки. В целом, мы сфокусированы на сегодняшний день, и, в общем-то, стратегия компании, она больше нацелена на увеличение выручки каждого спота, каждой кофейни. Мы традиционно развивались очень в ширину, то есть старались набирать обороты за счет количества открытий. И сейчас мы понимаем, что именно средняя выручка кофейни – такой наш таргетный показатель. И от него уже ставятся задачи в разные направления. Например, мы как развитие создаем и реализуем там форматы. Понятно, что это делает вся команда компаний, которые смогут генерить больший объем выручки, чем, может быть, сейчас уже там какой-то вторичный рынок, который остается с точки зрения зоны присутствия. Ну и финальный вопрос. Что в ближайших ваших фокусах, планах, скажем, в горизонте, ну, не знаю, следующего года? Мы будем развивать уже, наконец-то, формат кофекс-бейкери. Мы действительно видим в нем большой потенциал. У нас работает на сегодняшний день уже 4 заведения в Москве. В целом в пилоте у нас будет 5 заведений в Москве. Один пилот мы запустили в Санкт-Петербурге. Мы понимаем, что нам нужно развивать это направление. Но показало себя таким же образом, как мы планировали. Некоторые даже превосходят ожидания. Некоторые заведения. Поэтому наша задача сейчас наладить процессы, централизовать их, улучшиться и начать масштабировать это направление в том числе. Спасибо большое. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok